Здравствуйте! Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня выпуски. Лето красное все пели. В Косихинском районе без отопления остаются два образовательных учреждения. До 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима вынесли приговор крупной банде наркоторговцев. Берегите нервы и душу. Сегодня день психического здоровья. В Косихинском районе без тепла остаются два социальных учреждения. Детский сад и школа. В общеобразовательном учреждении сейчас полным ходом идет косметический ремонт. Также меняют трубы отопления. Дети мерзнут. У меня уже снова ребенок заболел. Кашляет пока. Ну, ходим. Никто ничего не говорит. Бригады плохо работают. Тут я слышала, что наша администрация ходила, ругала там бригады. Ну, а в основном, ими там. По периметру школы вырыты траншеи под трубы. Вокруг самого здания лежат деревянные рамы. Меняют окна. В этом учебном учреждении занимается около 600 детей. Из самого райцентра еще нескольких сел. Родители школьников рассказывают, что прежде им говорили, что ремонт закончится не позже сентября. Но реально в середине первого месяца осени они только начались. При этом без тепла остался и детский сад, который подключен к той же теплотрассе. Сейчас занятия для воспитанников приостановлены. По словам учителей, температура в школьных классах вполне приемлемая. 18 градусов. Поэтому школьный процесс не остановили, время уроков не сократили. По словам исполняющей обязанности директора Косихинской школы Татьяны Штайгервальд, начало ремонта затянулось из-за поиска подрядчиков. Но руководитель заверила, что 16 октября им должны запустить отопление. К другим темам. Сегодня Всемирный день психического здоровья. Эта дата совпала с 70-летием алтайской психиатрии. По этому поводу в Барнаул приехали психотерапевты из столицы и соседних регионов. На большой встрече они обсуждали, как распознать и научиться жить с душевными болезнями, а также как избавить людей от предрассудков, связанных с психиатрическими больницами. Тему продолжит Ирина Корчагина. Вот так весело и задорно отмечают в Барнауле День психического здоровья. В зале люди, которые каждый день встречаются с невротическими расстройствами, фобиями и паническими атаками. Врачи-психиатры сегодня развивают распространенный миф о том, что Алтайский край лидирует по количеству душевно больных. Во многих других регионах их просто своевременно не выявляют. В крае на диспансерном учете состоят 5,5 тысяч человек с тяжелыми психическими заболеваниями. Каковы ведь мы выявили, поэтому спад идет вот в этом. А уровень психических расстройств, он на одном уровне. И по статистике каждый пятый нуждается в помощи врача-психиатра, либо там медицинского психолога, психотерапевта. Приоткрыть завесу психиатрической больницы действительно может не каждый. Врачи говорят, что люди боятся, что их назовут сумасшедшими. А ведь неврозы предупреждают психотерапевты и сами по себе не лечатся. Пограничное расстройство может перетечь в хроническую депрессию, а уже она в суицид. Сильная психика со всем справляется, а слабая. Вперед к психологу. Психологи только те же самые люди. По словам психотерапевтов, депрессиями чаще всего страдают люди среднего возраста, относящиеся к слою интеллигентов. На психическое состояние влияет уровень жизни, политическая ситуация, негативное влияние СМИ. В других городах я был, там может быть и напряжение больше. Так что, ну праздник необходим, стопудово. Сильно большое психическое напряжение у людей стало, очень-очень. Надо людей веселить как-то, что-то проводить, такие мероприятия. Если мне плохо, я выпиваю бокал кофе и всегда поднимается настроение. Специалисты уверены, что главный фактор депрессии – наследственность. Она может проявиться, а может и не беспокоить всю жизнь. С этим нужно научиться жить и контролировать свои эмоции. Психотерапевты считают, что лучшее лекарство от всех расстройств очень простое. Это сон, спорт и любовь. Ирина Корчагина, Николай Шелко. Наши новости. На клюшку. Собственник Дворца зрелища спорта будет добиваться открытия арены уже в Краевом суде. Он подаст апелляцию на решение суда железнодорожного района Барнаула, который накануне поставил точку в громкой истории. Вердикт – не открывать объект из-за нарушений противопожарной безопасности. Нет, не согласны. Почему? Потому что все устранили. Все устранено. Здание безопасное. Есть экспертное заключение, независимая экспертиза. Есть заключение судебной экспертизы. И мы, в общем-то, удивлены, почему доводы не были приняты во внимание. Прокурор района настаивал на том, чтобы владельцы здания исправили 16 пунктов. В итоге их осталось 7. Например, переделать несущие конструкции, помещения для склада, потолок в зале и в фойе. В ответ собственник Крайсовпроф говорил, что для этого потребуется реконструкция всего Дворца спорта и большие финансовые вложения. По результатам судебных заседаний судья приняла решение о закрытии главной ледовой арены региона до устранения всех нарушений. После того, как ответчики устраняют нарушения, судебный пристав-исполнитель приходит, проверяет, устранено, не устранено. И решается вопрос об окончании исполнительного производства. В случае, если все нарушения будут устранены, те нарушения, которые именно создают опасность, создают угрозу жизни и здоровью человека, то можно свободно эксплуатировать здание. Тем временем стало известно, что концерт еще одного популярного артиста страны Сергея Лазарева вслед за выступлением певицы Ани Лорак перенесен на площадку меньше вместимости. Хоккеисты профессионального клуба «Алтай» вместе с детской школой по-прежнему вынуждены проводить игры и тренировки в Карандин-арене на Жасминной-3. Громкое дело завершено. Новосибирский областной суд приговорил членов преступного сообщества к длительным срокам заключения под стражу. Почти два года, с 2013 по 2015, сообщество занималось незаконным оборотом синтетических наркотиков на территории Новосибирска, Берска, Бийска и Барнаула. В феврале 2015 все члены сообщества были задержаны и лишь спустя три года им вынесли приговор. Это эпизод задержания одного из тех, кто распространял синтетику на территории Барнаула. Петр Мазняк привозил в краевую столицу оптовые партии наркотических средств. Оперативную съемку задержания ввели тогда сотрудники управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому краю. Они долго выслеживали преступника. Мазняка задержали у дома, где он проживал с супругой и ребенком-инвалидом. Сопротивление злоумышленник не оказал. В квартире нашли несколько партий синтетических наркотиков. Почему начал заниматься? Потому что ребенок на лечении надо ребенку. А я так на обычной работе не зарабатываю столько денег. А сколько зарабатываешь? Здесь? А. Ну по-разному. Ну по-разному сколько? Ну по-разному 60, 70, 80. 70? Да. Валерий Мокшин свою причастность к преступному сообществу после задержания тоже не отрицал. Это в видео наших бийских коллег. Мокшин привозил и делал закладки на территории Наукограда. В разговоре с корреспондентом по душам рассказал, что долго не мог найти работу. Пока не увидел объявления на одном из популярных сайтов о поиске человека для транспортировки лекарств. Из Новосибирска в Бийск. В последствии, когда я уже начал понимать, что это не препарат, а похожий на наркотики. Естественно, я задал вопрос, это героин? На что мне сказали, нет, это не героин, это спайсы, которые разрешены. Вот понимаете? Ну вот таким образом я привозил в Бийск. По словам Мокшина, когда узнал, чем он все-таки занимается, хотел бросить, но нужны были деньги. Кстати, в целях конспирации обмен сообщениями между преступниками проходил через интернет, а финансовые операции осуществлялись с использованием электронных платежных систем. Основной участок людей, которые входили в преступное сообщество, задерживали уже в Новосибирске. В том числе руководителя ОПГ Егора Ерохина. Именно он в 2013 году создал интернет-магазины для продажи бесконтактным способом наркотиков и их аналогов в Берске, Бийске и Барнауле. В ходе задержаний и обысков во всех этих городах из незаконного оборота изъято более 100 килограммов концентрированных наркотиков. После трех лет следствия суд приговорил Ерохина к 19,5 годам лишения свободы. Другие осужденные, среди которых три женщины, получили от 7,5 лет до 16,5 месяцев лишения свободы. Татьяна Голубева, Наши новости. В Рубцовске промышленные руины активно превращают в полигон. На территории бывшего алтайского тракторного завода неизвестные складируют строительный и бытовой мусор. Остатки еды активно привлекают воронье и крыс. Люди выкидывают мешки и пакеты, где им захочется. В итоге свалка уже занимает несколько гектаров. Окружают ее стены бывшего тракторного завода. Поэтому многие горожане о существовании под боком образовавшегося полигона узнают по запаху. Как объяснили в администрации Рубцовска, ликвидировать свалку должны собственники тех земельных участков, на чьей территории лежит мусор. После банкротства АТЗ территорию разделили между несколькими покупателями. Правда, кто владельцы, неизвестно. Их сейчас пытаются установить специалисты городского комитета по имуществу. А между тем, еще в феврале Рубцовский городской суд вынес предписание мэрии Рубцовска о ликвидации свалки. Но за полгода ситуация не изменилась. Остаются пни и щепки. Жители заречной части Бийска всерьез обеспокоены вырубкой городских лесов. О том, что по этому поводу говорят правоохранительные органы и специалисты по охране лесов, далее в сюжете. Услышать дятла в этом лесу теперь сложно. Звуки бензопилы напрочь перебивают и отгоняют пернатых жителей данной окрестности. В районе первой спортивной школы Бийска уже вторую неделю ведется вырубка деревьев. По-моему, это варварство просто над нашим лесом. Это вот единственная рядом с городом такая зеленая шикарная полоса, где можно и отдохнуть, и покататься, и подышать. И надо вот ее что ли вырубить? Я просто не понимаю, куда смотрит власть наша. В конце сентября лес пилили на втором километре Чуйского тракта. В районе многоэтажных домов по улице Южной. На черных лесорубов эти люди явно не похожи. Преступники обычно работают в ночное время и деревья рубят. Не возле дороги на виду у всех, а где-то в глубине, чтобы не привлекать к себе внимания. Я не знаю, что они пишут здесь. Только наркоманов меньше было. Здесь работают специалисты компании «Леспромэкспорт». Это плановая вырубка или, как ее еще называют, естественный отбор, но человеческими руками. Пилятся больные, сухие, кривые, а также те деревья, которые мешают расти другим соснам. Лес не уничтожается, он не убирается полностью на территории. Он просто приводится в то состояние, чтобы там не было естественного отбора, чтобы он рос. Вот у нас проблема в городских лесах – нехватка молодняка. В том числе, потому что не хватает света. То есть мы где-то проредили, убрали старые, больные деревья, какие-то другие нежелательные деревья и дали свет молодняку. О том, какие именно деревья нужно пилить, решено было еще весной. И сейчас спиливаются только те сосны, где имеется специальное клеймо. Оно кривое и угнетенка стоит. Оно расти не будет. Оно вот такое вот кривое и будет, оно все равно погибнет. Вот оно тоже. Оно не дает вот это вот дерево, оно не дает ни тому, ни тому дереву расти. Добавим, что ни одной жалобы в прокуратуру, якобы на незаконную вырубку леса, не поступало. А вот в полицию бейчане звонили. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место. Нарушений не нашли. Все документы на вырубку имеются. Но несмотря на это, местные жители негодуют и стараются всячески препятствовать рабочим. В частности, срывают ленты ограждения. Снимают и ломают специально установленные аншлаги, которые запрещают проезд и проход. Вот, пожалуйста. Это каждый день. Один, два. В таких случаях предприятию Леспуромэкспорт, прежде чем заходить на объект, наверное, не лишним будет провести разъяснительную беседу. Чтобы у горожан не возникало много вопросов, зачем да почему. А с другой стороны, такой контроль общественности – это гарантия того, что под острые зубья бензопилы не попадут здоровые деревья. Евгений Плохотин, Сергей Дровских, Иван Зяблицкий. БИСК. Специально для наших новостей. Фестиваль для абитуриентов проведет в Бийске Сибирский федеральный университет. Большой научный праздник и презентация институтов Красноярского вуза состоятся в школе номер 40 в субботу, 13 октября. Студенты и преподаватели СФУ подготовили научно-популярные лекции и профориентационные тренинги для школьников. Старшеклассникам и их родителям расскажут, как подготовиться к успешной сдаче выпускных экзаменов и какой будет приемная кампания следующего года. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, местами возможен дождь и туман и ветер переменных направлений. Всего плюс 9. Днем ожидается в Заринские камни на Аби, около 11 градусов тепла в Бийске и Алейске. В Барнауле ночью плюс 3, днем 10 градусов выше 0, пасмурно и юго-западный умеренный ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. У меня на этом все новости. Всего вам самого доброго и до встречи.